МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре завершается строительство одного из передовых кардиохирургических центров страны. Он разместится на площади более 25 тысяч квадратных метров. Порядка 3 миллиардов рублей уйдет на строительство и оснащение. Валерия Макарова побывала на строительной площадке клиники сердца. Прямо за этой стеной находится кардиологический диспансер, который сейчас берет на себя всю нагрузку. Его и новую клинику соединят с переходом. Предполагается, что в старом корпусе будут проводить диагностику, готовить пациентов к операции и реабилитировать после нее. Существующий кардиоцентр построили еще в середине прошлого века. Его помещение плохо приспособлено под современное оборудование. Здесь нет даже компьютерного томографа. Его просто негде разместить. Мы стеснены теми рамками, в которых находимся. Для того, чтобы делать современные операции, уменьшать количество осложнений, нужно специфические вещи, которых мы тоже лишены. То есть операционные, с пропускными системами, со специальными ламинарными потоками. Клиника сердца – уникальный для России проект. Кардиохирургический центр будет отвечать европейским стандартам. Сейчас завершено основное строительство. Начались внутренняя отделка и установка инженерного оборудования. Два этажа займут восемь операционных. Оборудованные по последнему слову техники, они позволят делать 11 тысяч сложных операций на сердце в год. Это в 3-4 раза больше, чем сейчас. Современные операционные, современная кардиохирургия – это как завод, как конвейер. Там специальная система вентиляции, там специальные требования к организации процесса оборудования. Это все требует уже новых, больших помещений. В стране это первый подобный проект. Клиника строится в рамках государственно-частного партнерства, то есть на деньги инвесторов. В свою очередь, государство гарантирует жителям лечение в клинике сердца по системе ОМС. Первых пациентов она начнет принимать летом 2016-го. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Социально-экономическое положение региона обсудили на рабочей встрече президент России Владимир Путин и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. По словам главы региона, Самарская область вышла на третье место в ПФО по темпам роста строительства жилья, хотя еще 8 лет назад была на последнем. Самарская область активно участвует в федеральных программах, в частности, доступное жилье российской семье. В соответствии с указом президента, в 2015 году в области будет построено 200 тысяч квадратных метров, каждый четвертый метр в Самаре. Существенный рост показателей наблюдается и в других сферах – авиакосмической, нефтехимической и обрабатывающей промышленности. Небольшой минус в автопроме, но у автоваза выходят новые модели. Президент назвал «Ладу Весту» хорошей машиной. Во время тестирования в Европе участники приняли ее за иномарку. На подходе «Лада Икс Рей». На эти две машины, по словам губернатора, предполагается пересадить 85% чиновников. В частности, он отметил, что глава Самары уже ездит на Тольяттинском автомобиле. Тестировали в Европе, то те, кто принимал участие в тестах, не могли определить страну происхождения. Либо одну из европейских стран, либо Японию. Современная машина. И 15 декабря пойдет «Ладу Весту» «Ладу Весту» тоже хорошая машина. Мы будем на эти две машины пересаживать процентов 85 чиновников. Здесь средний, выше, чуть средний, ниже слой. Но уже в городе Самаринер ездит. В общем, и дальше. Все, что будем менять, будем менять. Потому что там есть сейчас и по безопасности условия европейские стандарты. Один из самых успешных молодых бизнесменов живет в Самаре. Сергей Рыжов стал лауреатом федерального конкурса «Молодой предприниматель России-2015». Несколько лет назад коммерсант открыл собственное дело. Заняться решил мало кому известной сферой – деловым туризмом. Сегодня перспективная компания празднует победу. Поздравила предпринимателей и Марианна Мирная. Это не просто статуэтка. Это престижный приз, завоеванный Самарцем на конкурсе «Молодой предприниматель России». Сергей Рыжов стал лауреатом в номинации «Сфера услуг». Боролся еще с 30 бизнесменами. На победу, признается Сергей, не рассчитывал. В составе жюри был человек из отрасли, который сыпал глобальным количеством вопросов. Мне казалось, что именно заваливает. Но, видимо, это был такой именно акцент на проверку. Компания Сергея занимается четырьмя направлениями делового туризма. Это встречи, поощрительные туры, организация конференций и корпоративных мероприятий. Предприниматель объединил эти блоки в единое целое. Универсальный механизм оказался успешным. Особенно в части туризма. Ведь нашему городу есть что показать гостям. Наш регион обладает возможностями именно для души, для, скажем так, физического отдыха. Это, конечно, и наша богатая природа и достопримечательности. Самаре уже около 400 лет. И есть своя история, какие-то интересные объекты, свое наследие. И мы стараемся привлечь туристов из других регионов. В качестве поощрения сотрудники компании поедут на курсы MBA в следующем году повышать квалификацию и обмениваться опытом с коллегами. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков, События. Все факты мошенничества при формировании реестр обманутых дольщиков будут расследованы. Глава города Олег Фурсов поручил сотрудникам Департамента строительства и архитектуры обратиться в силовые органы для проведения проверки подлинности платежных документов сомнительных участников долевого строительства. Известны случаи, когда инвестор заключает договоры переуступки с несколькими лицами. В результате в реестре появляются новые фамилии. Цитата «Нельзя допускать фальсификации тех списков, которые уже сформированы по проблемным объектам. Вместе с органами внутренних дел мы настроены навести порядок в этой сфере. Государство защищает обманутых дольщиков, и решение этой проблемы мы доведем до конца», – заявил глава Самары. Календарная зима встретила самарцев снегопадами. До конца недели синоптики обещают осадки. И чтобы не дать снежным заносам вырасти на дорожках и тротуарах, коммунальщики вырабатывают новую схему уборки. Марина Матвейшина расскажет. В первую зимнюю ночь синоптики обещают идеальную погоду для прогулок. Минус один, минус два градусов и мягкий снег. А чтобы гулять по городским улицам было не только приятно, но и безопасно, рабочая смена дворников начнется раньше обычного. Об этом говорят на совещании в департаменте ЖКХ. Задача наша – чистить во время снегопада, чтобы снег не упал и чтобы вы не утоптали. Когда его метлой берешь или лопатой просто совковой. Рабочий график дворников должен напрямую зависеть от прогноза погоды, напоминает первый замглавы города Владимир Василенко. Уборка снега с тротуаров и дорожек к подъездам должна начинаться во время снегопада, не дожидаясь его окончания. Бригады дворников в городе были сформированы заранее, еще в сентябре. Все управляющие компании обязаны были снабдить рабочих инструментами, лопатами и метлами. Кроме этого, у коммунальщиков в арсенале и тяжелая артиллерия. Мини-тракторы, которые могут заезжать в дворы и убирать снег в самых узких проходах. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Все вопросы по одному адресу. Партия «Единая Россия» проводит единый день приема граждан. Мероприятие стало уже традицией в день основания партии 1 декабря. Во всей России открыто больше 10 тысяч площадок. Посетители принимают депутаты всех уровней – главы регионов и городов. В Самаре помимо региональных и местных приемных партий работают дополнительные площадки – тематические круглые столы и юридические консультации. Если говорить о результатах, вот, допустим, год назад тоже был единый день приема граждан. Обратилось более 1600 человек в общественную приемную, писателя партии. Из них более трети вопросов было решено положительно. Все вопросы, с которыми обратились граждане, поставлены на учет. Ими займутся депутаты районных советов. Формат общения официальными обращениями не ограничивался. Есть проблемы, которые лучше обозначаются во время дружеской беседы. А основные заявители, как всегда, – активисты районов. Новый год жители дома 106 по улице Красноармейской встретят в отремонтированном подъезде. Этот вопрос активисты железнодорожного района поставили на встрече с председателем городской думы Галиной Андреяновой. В единый день приема граждан общение прошло в неформальной обстановке – за чашкой чая. У нас очень большая проблема этого дома. Был сильнейший пожар в третьем подъезде. Там все черным-черной. Давайте уже это сделаем к Новому году. Чтобы в Новый год прийти с новым подъездом. В таком подъезде, конечно, нельзя встречать. Подъезды понравились. Вы проходили, как хорошо. Нет, подъезды у вас вообще нет. Ну, это у вас, да. Давайте сделаем такой же подъезд на Красноармейской 106. Не только этот подъезд, но и сотни других вопросов решаются в общественной приемной. Ремонт внутри квартальных дорог, благоустройство дворов, проблемы ЖКХ. У каждого жителя сегодня есть возможность обратиться напрямую к представителю власти. Это эффективная система для того, чтобы выслушать проблему, которая сегодня наболела, и как можно быстрее ее решать. Потому что некоторые вопросы решаются одним звонком. Какие-то вопросы решаются какими-то дополнительными письмами. Одни вопросы решаются на уровне города, другие на уровне района. В Самаре создается эффективная система взаимодействия разных ветвей власти. При этом каждый вопрос на учете. Такие мероприятия все-таки проходят достаточно системно. То есть перечень проблемных вопросов, он всегда собирается. Объективно можно решать эти вопросы в режиме онлайн фактически. Задача – быстро и наиболее эффективно решить те или иные проблемы. А в итоге в Самаре должна быть сформирована система, при которой самые насущные вопросы решались бы автоматически. Олег Зверев, Константин Головин. События. А сейчас коротко о других событиях этого дня. Завершена проверка экологического ЧП в Красноярском районе, где произошел разлив отработанной серной кислоты. Кислоту из цистерны вылял водитель, который и перевозил вещество. Площадь загрязнения составила около 125 квадратных метров. Вред, причиненный окружающей среде, специалисты оценили более чем в полтора миллиона рублей. В отношении водителя возбудили административное дело о самоуправстве, которое направили на рассмотрение в мировой суд. Новый виток в деле об убийстве владельца горилки Олега Дергилева. У следователей появилось четыре обвиняемых, среди которых исполнитель и посредник. Один из них пришел к полицейским с повинной. Изначально подозревали водителя предпринимателя. На рукавах его одежды были обнаружены следы пороха. Мужчина провел под стражей шесть месяцев. Сейчас все обвинения с водителя сняли. В этом году выявлено 83 факта использования водителями поддельных полисов ОСАГО. В каждом случае были возбуждены уголовные дела. По данным Российского союза автостраховщиков, в настоящее время на 100 проданных полисов приходится два поддельных. Если докажут, что автовладелец приобрел поддельный полис ОСАГО сознательно, его будут судить за мошенничество. А чтобы случайно не столкнуться с подделкой, эксперты настоятельно рекомендуют покупать полисы только в офисах страховых компаний. В Самаре изменится схема движения трех автобусных маршрутов в связи с ремонтными работами. Номера 24 и 92 в направлении улицы Полевой будут ходить по улицам Красноармейской, Галактионовской, Вилоновской и Молодогвардейской. Далее по своим маршрутам. Маршрут номер 297 в обоих направлениях по улицам Самарской, Красноармейской и Куйбышева. К привычным маршрутам автобусы вернутся после окончания работ. В Самаре пройдет большая ярмарка продуктов «День самарского фермера». Трехдневный праздник «Желудка» организован Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Жители Самары смогут продегустировать и приобрести, как обещается, по доступным ценам экологически чистые, натуральные и свежие продукты. Овощи, фрукты, птицу, мясо, рыбу, крупы и молочные продукты. Кроме того, посетителей ждут развлекательные мероприятия, выступления творческих коллективов. Ярмарка пройдет с 4 по 6 декабря. До 20 лет лишения свободы грозит 54-летнему жителю Самары. Александра Сапожникова обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе убийстве с особой жестокостью. Подробности из зала суда в репортаже Павла Баймакова. 31 декабря 2014 года 29-летний Александр Щербинин со своей подругой Анной ловит такси, чтобы доехать до дома. Помимо водителя в машине еще один мужчина. Это ныне обвиняемый Александр Сапожников. Во время поездки он знакомится с молодыми людьми и зовет их к себе в гости. Для Александра Щербинина этот поход в гости стал последним. Застолье между новоиспеченными знакомыми переросло в ссору, а затем и в поножовщину. Зачинщиком, уверены следователи, был подсудимый. Стал угрожать им применением оружия, ножом, пистолетом, угрожать убийством. Сапожников причинил два ножевых ранения сначала Щербинину, после чего причинил множественные ножевые ранения, потерпевшие Солодовниковой. После совершения указанных действий Сапожников расчленил тело молодого человека. Девушке удалось сбежать, она осталась жива. Предполагаемого убийцу задержали уже через несколько часов после преступления. По данным следствия Сапожникова, помимо убийства, обвиняют в незаконной переделке оружия, а также в его хранении. Кстати, переделый травматический пистолет в боевой, ему, по данным следствия, помог знакомый, 69-летний Владимир Шабалов. За это пенсионера уже приговорили к двум годам условно. А Сапожникову грозит до 20 лет лишения свободы. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Дату установила Всемирная организация здравоохранения, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме распространения ВИЧ-инфекции. И хотя ученые до сих пор спорят о происхождении синдрома приобретенного иммунодефицита, десятки миллионов людей официально признаны носителями вируса. В России День борьбы со СПИДом отмечается каждый раз под новым девизом. В этом году он звучит так – в направлении цели ноль. Задача – в перспективе воспитать поколение свободное от ВИЧ. Возможно ли это, выяснил Олег Зверев. Свой ВИЧ-положительный статус Алексей обнаружил случайно, находясь по ту сторону колючей проволоки. Сегодня он пациент Самарского центра по борьбе со СПИДом. Консультирует других, рассказывая о своем прошлом. Как не надо было. Я хотел бы вкратце рассказать свою историю о том, как я заразился ВИЧ-инфекцией. Это было в 2010 году. Мой образ жизни тогда был, ну, скажем так, не очень правильный. И я находился в местах лишения свободы, где я сдал тест на данный анализ, и он показал, что я ВИЧ-инфицирован. Главное не отчаиваться, говорит Алексей. Если правильно и вовремя принимать антивирусные препараты, можно жить долго и счастливо. Вот только о былой разгульной жизни забыть нужно навсегда. Это хронически контролируемое заболевание, которое при правильном приеме той же терапии и правильном своевременном приеме у врача, оно контролируется. В этой лаборатории ставят диагноз, не приговор. Так же, как и Алексей, еще 34 тысячи жителей Самарской области официально зарегистрированы как ВИЧ-положительные. И лишь в последние годы статистика заболеваемости пошла на убыль. Специалисты предупреждают, в последние годы вирус вышел из подвалов, и теперь это удел не только маргинальных слоев населения. Сегодня в группе риска вполне добропорядочные граждане. На первом месте сегодня во многих регионах это половой путь передачи при гетеросексуальных контактах. То есть мы ушли совсем от понимания уязвимых с вами категорий населения. Это было когда-то. В поколении свободные от ВИЧ пока эти слова звучат скорее как утопии. И все же медики, психологи, общественники ищут ответ на вопрос, что является основным в профилактике СПИДа. Информационные, духовно-нравственные, спортивные или социальные составляющие. И многие сходятся в одном. Главное оружие борьбы со СПИДом – это осведомленность и ответственность. Если мама не говорила, что СПИД есть, это не значит, что его нет. Просто тогда рассказать об этом должен специалист. Причем именно в том возрасте, когда спасти человека можно, не допустив заражения. А молодецкую энергию направить на занятия спортом, науками, полезными увлечениями, помощники, дополнительное образование и традиционные религиозные конфессии. На это направлена национальная программа, а теперь и государственные стратегии противодействия СПИДу. А если каждая конкретная семья примет все меры, чтобы зло, которое приводит к пьянству, наркомании или СПИДу, ее не коснулось, тогда все вместе и станут поколением без ВИЧ. Олег Зверев, Сергей Баскин, События. Бычьи ядра с тыквенным соусом, телятину с кукурузной полентой, салат из печени трески и еще много вкусного и оригинального. Во втором конкурсе поварского искусства «Вов-повар» приняли участие 14 лучших кулинаров Самары. Жаль, что телевидение не умеет еще передавать запахи. Мариане мирной повезло. Она попала на дегустацию изысканных блюд. Английский ростбиф с осколками планеты и грустными облаками. Романтическое название вполне простых и обычных ингредиентов, которые талантливый повар может смешать так, что получится не просто блюдо на каждый день, а настоящий кулинарный шедевр. Здесь молодой картофель, который обычно наши, так сказать, огородники, садовники или кто там не вместе все. Они выкидывают маленький картофель. Но самый ценный этот картофель, опять, обычная говядина, которую мы превращаем в более воздушную, в более хорошую. Здесь вы, как можете заметить, это обычный белок, белок яйца, сделан у нас с травами, сделан с тыквой. 14 предприятий общественного питания демонстрируют гостям гастрономического праздника оригинальные блюда. Основное условие поварского конкурса – еда должна быть не только изобретательной, но и доступной для каждой хозяйки, даже для той, которая впервые оказалась на кухне. Некоторые говорят, что лучшие повара – это мужчины, но есть и женщины, которые готовы с этим поспорить. Женщины, которые могут не только в горящую избу войти и коня на скаку остановить, но и на большую кухню прийти и сотню людей накормить. Я лучше приготовлю, допустим, вкусного мяса с вкусным огнем, салатом. Конкурс «Вау-повар» проходит второй раз, но уже стал очень популярным как среди самих поваров, так и среди гурманов. Очень приятно, что данное мероприятие сегодня объединило одних из лучших поваров города, что, несмотря ни на какие санкции, наши повара продолжают радовать жителей города изысканными блюдами. Победители самого вкусного конкурса получат памятные статуэтки, цветы, ну и, конечно, звание лучших поваров Самары. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События. В преддверии праздника Самара окунулась в мир новогодней игрушки. Выставка с таким названием открылась в арт-фойе кинотеатра «Художественный». Снеговики, звери, красочные шары. Более 70 игрушек от 18 авторов. Рукотворные сказки. Материал Алины Чемерес. Вот видите, какой миленький снеговичок, который звонит в колокольчик и объявляет о празднике. Маленькую зимнюю сказку пенсионерка Людмила Гречанина создает на досуге. Материалы, краски, сюжеты выбирает сама. Оформлять новогодние игрушки помогает муж. Мастерица говорит, когда украшение волшебного семейного праздника создано своими руками, в доме сразу становится гораздо уютнее и теплее. Да и уникальному дизайну можно позавидовать. Во-первых, они никогда не повторяются. Ни одной игрушки нет в двух экземплярах. Все у нас разные. Мы дома всегда украшаем елку. И настроение просто сам праздник подсказывает, что это нужно делать с удовольствием. Из дерева, из ткани, из бисера здесь более 70 новогодних игрушек. На елке висят фигурки зверей, колокольчики, шары. А под зеленой красавицей главный символ Нового года – Дед Мороз со снегурочкой. У нас есть те игрушки, которые создают настроение. Это не елочные игрушки, а игрушки, которые украшают дом. Мастера вкладываются туда полностью. И это как бы всегда видно. Они всегда яркие, какие-то необычные. У каждого мастера своя изюминка, свой стиль, своя энергетика. Юные зрители, которые пришли полюбоваться на маленькое новогоднее чудо, рассказывают, елку тоже предпочитают наряжать самодельными игрушками. Я иногда-то делаю зайчик, снегурочку, Деда Мороза. Я украшаю елку красиво гирляндами, новогодними игрушками. Потом я загадываю желание, и оно сбывается. Окунуться в мир новогодней игрушки самарцы смогут до 13 января. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. А теперь к новостям спорта. Передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Пляжные крылья советов отметили очередную победу. В этом сезоне они выиграли серебряные медали чемпионата страны. До этого у них была бронза и Кубок России. Футболисты на достигнутом останавливаться не намерены. Они готовы побороться за награды Лиги чемпионов. Мы со своей стороны тоже хотели бы вас искренне поздравить с этим достижением серебряной медали чемпионата страны. Я думаю, что в Самаре так или иначе все больше и больше болельщиков становится, вообще футбольных, тем более в преддверии чемпионата мира. Не только болельщиков традиционного футбола, но и пляжного футбола. Сам я совершенно точно являюсь поклонником этого вида спорта. Костяк пляжных крыльев самарские футболисты начинали, а не играть в классический футбол звездами стали в бразильской версии. Помогают им добиться успеха и пара легионеров – бразильцы Досильва и Джордан. В прошлом сезоне Советы в 18 играх одержали 10 побед, забили 72 мяча, 28 на счету Игоря Бриштеля. Нагрузка на ребят очень большая, поэтому изменилось все, очень много изменилось. Сегодня мы из любителей, то есть уже даже не полупрофессионал, а профессиональный клуб. Вскоре в Самаре построят крытый стадион для пляжных видов спорта, где кроме футболистов смогут круглый год тренироваться и выступать волейболисты и теннисисты. Мы должны опять же смотреть вперед и понимать, что завтра мы уже, мы сегодня уже являемся лидерами в этих видах спорта, а завтра мы должны уже, наверное, для себя поставить задачу являться лидерами на мировой арене. Кроме материальной базы, пляжники получат и финансовую поддержку. Город поможет в поиске спонсоров. Это позволит команде достойно выступить не только в национальном чемпионате, но и в Лиге чемпионов. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин